Представителям класса типов мы можем объявлять не только конкретный тип, но и некоторые полиморфные типы. Каким образом это можно сделать? Например, у нас есть полиморфный тип двухэлементного кортежа, пары. Можем ли мы проверять две пары на предмет равенства? Да, очевидно можем. Две пары равны, если равны их первые элементы и равны вторые элементы. Правда, здесь есть некоторое ограничение, связанное с тем, что элементы пары полиморфные. Это значит, что первый элемент пары должен иметь такой тип, который является представителем класса типов EQ. То есть такой тип, который можно сравнивать на предмет равенства. И второй элемент пары тоже должен обладать этим свойством. Посмотрим, каким образом реализация классов типов, реализация представителей классов типов описывает такого рода ситуацию. Перед нами по-прежнему объявление класса типов EQ и реализация представителя для типа BOOL. Дальше мы пишем реализацию представителя класса типов EQ для пары. Здесь у нас в объявлении представителя появляется контекст. Он выражает ровно ту идею, про которую мы говорили. Здесь у нас стоит тип пары. Мы говорим, что мы хотим объявить тип пары представителем класса типов EQ. Но это можно сделать не всегда. Когда? Когда на типы A и B наложены некоторые ограничения. Как всегда в Хаскеле ограничения, которые наложены, полиморфные ограничения, появляются в виде контекста. Контекст, присутствующий в объявлении представителя, утверждает, что тип A должен быть представителем класса EQ. И тип B тоже должен быть представителем класса EQ. Тогда пару можно объявить представителем класса EQ. Но дальнейшее уже просто. Дальше идет реализация оператора равенства. Мы говорим, здесь у нас есть одна пара, здесь у нас есть другая пара. Пары равны, когда равны их первые элементы и равны их вторые элементы. А скобы здесь расставлять не нужно, потому что имеется приоритет операторов. А приоритет оператора сравнение выше, чем приоритет логического E. А для того, чтобы посмотреть приоритет оператора, можно было бы здесь набрать информацию. Написать инфу и передать туда интересующий нас оператор. Ну вот, перед нами есть информация о уровне приоритета оператора. Ну, естественно, мы можем посмотреть приоритет оператора логического E. А мы видим, что это третий приоритет. Он ниже, поэтому сначала проверяется равенство, а потом проверяется... Сначала выполняется равенство, а потом выполняется логическое E. Вот это вот равенство мы можем использовать, потому что это равенство внутри типа A. А у нас тип A является представителем EQ. Вот это равенство мы можем использовать, потому что это равенство для объектов типа B, вторых элементов пар. От объектов типа B мы тоже потребовали EQ. Таким образом, если бы мы здесь не написали этого контекста, то наша программа была бы отвергнута компилятором, потому что здесь вызываются функции, которые накладывают определенные ограничения. Эти ограничения мы обязательно должны описать в соответствующем контексте. Ну, теперь после того, как у нас наш представитель EQ объявлен, мы можем сравнивать пары на равенство и неравенство. Ну, здесь я хочу сказать некоторые слова про то, что, конечно, вот эта реализация, она в точности повторяет ту реализацию, которая есть в стандартной библиотеке, поэтому я не загружаю модуль demo, но уверяю вас, в стандартной библиотеке все точно так же. Есть инстансы представителей класса типов EQ, для большинства встроен, для всех встроенных типов обычных, для булла, для инта, интеджера, дабл, ну и так далее. Кто еще является представителем класса типов EQ? Представителем класса типов EQ является, естественно, список, то есть у нас в стандартной библиотеке написано что-то вот такого вот рода объявление, список тоже полиморфен, и мы, естественно, не для каждого конкретного списка реализуем представителя класса типов EQ. Мы пишем вот так вот, мы говорим, что списки могут сравниваться на равенство, если их элементы сравнимы на равенство. То есть в полиморфном случае, в полиморфном случае у нас вот пишется V. Ну и здесь мы каким-то образом должны написать реализацию оператора равенства. Ну, как написать реализацию этого оператора равенства, мы, естественно, пока не знаем, потому что мы не очень можем работать со списками. Но, тем не менее, уверяю вас, ничего сложного нет. Списки равны, когда равны их длины, и они совпадают поэлементно. Вот такое свойство равенства для списков. Может показаться, что все типы должны быть представителями класса типов EQ, и класса типов EQ мог бы быть сделана каким-то встроенным, годным для всех типов. Однако это не так. У нас есть функциональные типы, и функциональные типы, они не могут сравниваться на предмет равенства. Ну, действительно, давайте посмотрим пример этой ситуации. Вот у нас есть некоторая функция ID, и я спрашиваю, равна ли функция ID вот такой вот функции. Ну, мы, конечно, знаем, что это одна и та же функция, но это знание, оно, компилятор с знанием о равенстве функции, вообще говоря, не обладает. В простых случаях компилятор мог бы, конечно, проверять, как устроена у меня функция ID, и понять, что слева и справа написано одно и то же. Но в общем случае функции сравнивать на равенство невозможно. Это следует из неких довольно глубоких теоретических соображений такого алгоритма. В общем случае написать нельзя для вычислимых функций. Ну, и вот компилятор Хаскеля просто отвергает попытку сравнить на равенство функции, говоря, что представителя класса типов EQ для стрелочного типа AA нет. Ну, и предлагаю написать такого представителя. Продолжение следует...